людям очень нравится смотреть чужие унижения но они никогда невыносимыми смотреть на унижение люди любят рассуждать о боли других и сами ненавидят люди находятся в постоянном состоянии страха и не знают что с ним делать то есть по сути своей мир обман с одной стороны театр с другой стороны цирк встретиться как он переменчив то есть если мы возьмем обман театр и цирк то это просто формы мира понимаете которые постоянно сплетены с друг с другом в театре людей всегда двое сам актер и персонаж которого он играет в цирке так не получится цирке нужно выдавать нога то есть цирке нужно делать сальто крутиться там под куполом цирка дрессировать животных да и тогда это было там так не получится сыграть в цирке не получится в цирке надо показать трюк представление понимаете вот здесь сказал король галактика в трюках король галактика в спектаклях в спектаклях король галактика да а в обмане король мотель вот съемки депольсии этот трюк то есть ее нельзя сфотографировать так нужно туда сначала дойти и совсем не важно хороший фотограф это будет фотографировать или плохой важно что есть фотография самой депольсии да она диковинка сама по себе но если еще фотографии будут хорошие кто-то когда глупатенька гей потому что этого никто не смог снять понимаете поездка в джирачи это спектакль который разыгрывался на наших глазах как бы в полном мере и эпогеем этого спектакля стало открытие храма Иисуса Христа где стоило такая вот депольсия и как здорово что все мы здесь сегодня кто-то собрались то есть не осталось сомнения в том что мы находимся в сердце этой организации о которой идет речь потому что там все рейджер это иллюзия это обман это благополучный город американский Беверли Хиллз по которому ты идешь и ты понимаешь что никакой даранки не существует существует американская действительность и везде поют Джан Калбат и ты идешь мимо самых дорогих магазинов которые существуют ты понимаешь что никакой преступной организации здесь просто не существует добрые гостеприимные великолепные люди которые нарезают прекрасное солями подают прекрасное красное калабрийское вино заглядывают тебе в глаза хотят тебе угодить заглядывают тебе в глаза хотят тебе угодить это иллюзия вот такая она калабрия да соединяющая в себе все элементы одновременно и когда вы попадаете в полиума вы понимаете что это обман каждый раз город поворачивается к вам какую-то вещь которую вы не видели до этого то есть вот как вы играете с вами каждый раз появляется какая-то ты идешь ты еще раз здесь проходил и не видел это надпись и теперь она появилась это как знаете как в лабиринте это город лабиринт то есть ты хорошо себя вел он открыл тебе надпись плохо себя вел он закрыл даже то что ты видел до этого ты приходишь там уже вроде понимаете это какой-то калейдоскоп понимаете когда приезжаешь в баре в апулю там где комора как бы основная традиция ты видишь что диссонанс между благополучием и нищетой да благополучием и ущербности то есть вот в акции Дарина была с одной этой экспедиции это как бы соединение благополучия и нищеты то есть это как бы ущербность и совершенство существующие на каждом квадратном метре я бы сказал так ущербное совершенство но когда ты попадаешь калаблию ты получаешь все это в гамме одновременно и спектакль и цирк и обман потому что идя по этому городу ты вспоминаешь что именно здесь в этом городе начиналась самая большая война дрин именно здесь из-за моста перенесенного на миссинский через миссинский пролив убили первое лицо подорвав его на фугасе как бы и что эта война длилась достаточно длительный промежуток времени и перемирие возникло не потому что они отказались воевать потому что их посадили перед собой и сказали стоп все то есть приказала более высокая инстанция сказала все достаточно вы убили уже достаточно людей с двух сторон хватит дальше вы воевать не способны самостоятельно все развели в разные стороны и заставили заключить перемирие и этот город превратился в Паверлихе мы помним что фотографии Реджио как бы после землетрясения якобы мы видим как бы ну совсем другой город если это город то он преображался постоянно и вот сейчас это американский Беверлихе где везде поют Джан Колбенс и так далее подводя итоги сегодняшнему разговору мы прикоснулись к формам ущербности в сознании как бы человек мы поняли что эти три вещи будут постоянно нас преследовать всю свою жизнь если мы не научимся ими пользоваться то мы навсегда оставим останемся ущербными и навсегда ущерб станет нашим злым уроком нашей фатальность в жизни как что Субтитры подогнал «Симон»